Пока снег не создал особых проблем в крае, доложил первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков. Федеральные дороги чистят, ситуацию контролируют. Минимальные запасы угля от двух до трех суток в Могочинском районе. Могочинский район сегодня с главой с Аркотегином разговаривал. Вот у него три населенных пункта. Амазарская двое суток, Ключевская трое суток, Семьозерная четыре с половиной суток. Деньги 82 миллиона рублей, которые определены на приобретение топлива. Мы уже поступили, значит, он сейчас заключает договор, оплачивает вагоны и по моменту начала отгрузки, ну, завтра-послезавтра режим ЧСБ будет снят в районе. Собственно говоря, такая ситуация у всех остальных. То есть по всем районам, в которых ниже нормативного состояния топлива, у вас сейчас есть планы реагирования? Да, совершенно верно. По вагонам ситуации следующее. ДВУ в Сибири, это поставка будет Стегнинского разреза, заключен договор с федеральной грузовой компанией, предоставление 40 вагонов на условиях арендной оплаты, посуточной так называемой оплаты, до конца апреля 2019 года. Эти 40 вагонов позволят нам обеспечить ритмичные, суверенные поставки Стегнинского разреза. Руководство предлагает решить вопрос кардинально, приобретя 96 вагонов в собственность. Это даст возможность маневра в поставках угля, который добывается в Краснокаменском районе. Сейчас решение согласовывается и до конца года проблема с поставкой транспорта под отгрузку угля может быть снята. Также Александр Кулаков сообщил о ликвидации ЧС с незначительным проливом серной кислоты на железнодорожных путях в Борзе. Инцидент исчерпан, впоследствии все ликвидированы, перекачали, предоставила железнодорога абсолютно в другой контейнер, серную кислоту нашла в адрес ППГХО, перекачали в другой контейнер. Тут небольшой, маленький пролив, который был, он ликвидирован. Ситуация решена. По всем министерствам и ведомствам были заслушаны короткие доклады. Глава региона ориентировал всех на участие в национальных проектах, в программах развития Дальнего Востока. Подводя итоги совещания, глава региона резюмировал. Первое. Все вам поручаю перебрать федеральные законы в бюджете, найти все виды субсидий и все, что вообще направляется в регионы. И соответствующим образом подготовить наши заявки, наше участие по получению этих денег. Все государственные программы, по всем видам мероприятий, везде, где возможно, край должен участвовать в следующем году. Для этого надо вовремя подготовиться и с соответствующими заявками в январе, в феврале, в марте зайти в федеральные органы исполнительной власти. Второе. По всем объектам мероприятий особое внимание обращаю на социальные. Обеспечить постоянную организацию работы, мониторинг и контроль. Мы обсуждаем какие-то вопросы не спустя того, как три недели, как все просрочили, а за неделю до того, как наступает риск или угроза, что что-то будет просрочено. По всем социальным мероприятиям и объектам. Учитесь работать с людьми. Особое внимание, Виктор Иванович, это на дороге. Точно не должно быть ситуации, когда мы кладем километр дорог или ремонтируем, при этом доезжаем до населенного пункта и последние 300 метров, там хоть с дороги съезжать, там легче пройти или проехать. Въезжаем на центральную улицу и там тоже ничего нет. Александр Осипов сообщил, что на заседании Президиума Госсовета были скорректированы требования. Проекты должны не просто соответствовать заданным нормам, но главное, они должны быть сориентированы на людей. Поэтому смотрим на перечень тех работ, которые делаем в следующем году. Переаприятизируем, в первую очередь, по подъездам к населенным пунктам и внутри населенных пунктов. Особое внимание начиналось в прогламерацию. И по социальному блоку глава региона поставил задачу, чтобы в учреждениях проводилась массовая работа, в том числе спортивная. И чтобы она проводилась на площадях в районах. Для этого не нужно больших денег, нужно взаимодействовать с людьми, поддерживать соответствующие инициативы и просто им помогать. Максимально плотный график выступлений должен быть и в Забайкале, уточнил руководитель региона.